Иван Константинович Сильный шторм. Тяжелое свинцовое небо почти не отличишь от бурного моря. Огромные волны накатывают на накренившийся тонущий корабль, который наскочил на риф, и теперь его путешествия закончены. Он медленно погружается в воду. Моряки на шлюпках спасаются с тонущего в морские пучины судна. Переслушайтесь. Слышен крик чаек, которые летают неподалеку. Уже один из пассажиров шлюпки указывает на одну из них. Теперь они знают, что они спаслись. Почему, спросите вы. Чайки не отлетают далеко от земли, и если они рядом, значит и всем рядом берег, а значит и спасение. Теперь главное, чтобы волна не разбила их хрупкий плод об скалы вдали, а нашла пологий берег. Посмотрите, да еще и радуга. Это всегда хороший знак. Хоть она и похожа на мираж, и почти прозрачная, но моряки уже верят всей душой, что они выберутся с правлений иногда такого безжалостного моря. Их надежда такая же призрачная, как и радуга, но она есть, а значит они обязательно спасутся. Эта картина на самом деле основана на реальных событиях. Однажды, в 1844-м, Айвазовский плыл на корабле из Англии в Испанию, и в Бискайском заливе попал в сильный шторм. После этого в европейской прессе даже появились сообщения о его гибели. Позже он заявил о том, что все эти новости были ошибочными, и признался, что многие пассажиры, обезумев от страха, тогда действительно мысленно прощались с жизнью. А он с восхищением наблюдал за разбушевавшимся морем. Страх не подавил мои способности воспринять и сохранить в памяти впечатление, произведенное бурью, как дивную живую картину. На этой картине каждую секунду идет неравный бой между человеком и могущественной стихией. На жалких обломках судна спасается кучка людей. Мужчина в возрасте уже из последних сил держится за мачту, точнее то, что от нее осталось. Один из них машет флагом в надежде, что хоть кто-то их спасет. А волны пенятся, бьются об борта их так называемого плота. Еще вчера на закате дня они наверняка были счастливы и полны силы надежд, но ночной каприз моря все разрушил. Они видят чистое небо, которое дает скорее всего ложную надежду, но если посмотреть на воду, то понятно, что шторм закончится не скоро. А к ним приближается девятый вал. Это самая большая и опасная волна во время шторма. Он, как грозный судья, решит, спасутся ли те люди на волоске от смерти, или волосок оборвется и они утонут. Но этого нам никогда не узнать. Кстати, вы, наверное, спросите, где же подписи Ивазовского? Присмотритесь, она спряталась под веревками на конце обломка корабля. Беснуется море, вздымаются волны, одна за другой устремляются к небу. На мачте обломки людей только стоны. До гибели миг лишь от буря свирепой. В сердцах еще теплится проблеск надежды, но силы несчастных уже на исходе. Промокли насквозью бедняк все одежды. Спасение — миф при такой непогоде. Девятого вала волна катит скоро. Поглотит и в лето отправит похоже. Стихия, возможно, утихнет, но скоро иссякнет надежда. Никто не поможет. Уже посиневшие губы все шепчут. Молитву о помощи и о спасенье. А руки, воздетые Богу навстречу, готовы упасть. Невозможно везенье. Но вот, пробивается солнце сквозь тучи. Несчастных согреть, хотя бы на мгновенье. Нет, буря сильней и бедой неминучей грозит. Ей невидимо тише смиренье. В последних мгновениях несчастных свидетель Лиловое небо нависло печально. Стихия неведома той добродетель. Она — разрушитель всего изначально. Художник в сердцах наших селит надежду Мазками из светлых сияющих красок. Они в утешении нам только брежут. Трагичен крушение финал. Все напрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин